Всем привет, с вами Фроди, и сегодня мы посмотрим на вечерний образ куклы Dance Styles от бренда FailFix. Несмотря на недостатки, про которые я рассказывала в обзоре на Love's Glam, FeeFix мне понравились, и я собрала всю четверку, которую официально завозили к нам. Dance Styles же в Россию не завозили, поэтому мои друзья решили мне ее подарить на день рождения, чтобы я не мучилась с ее поисками. Также я надеюсь в будущем приобрести и ту Dreamy, и может быть PretyArty. Питомцев бы их тоже хотелось, и конечно же хотелось бы видеть продолжение этого бренда, но к огромному сожалению компания-производитель Moose Toys решила втихаря прикрыть производство и отдать все силы бренду CandyKids. Он вышел в одно время с FailFix, но видимо показал куда лучше результаты, чем фиксы, и было решено развивать дальше именно кидсов. А FailFix постигла участь капсуль Cheeks. Производитель сделал вид, что их не существует, перестав постить их фото в своих соцсетях и не сообщая никаких новостей. Также в инстаграме в начале июля мне встретился вот такой момент, где человек спрашивает, будут ли от бренда еще куклы, а официальный аккаунт не ответив вообще ничего, лишь сказал, что будет рад видеть коллекцию этого пользователя. Если бы бренд ожидали обновления, то ответ был бы типа «Скоро» или «Ожидайте новостей». Но нет, здесь ответ не ответ, и это значит, что бренду кранты. Это грустно, но такова наша реальность. И вернемся к Dance Styles. О том, что эта кукла именно в вечернем образе, сразу видно по яркому розовому пятну под глазом, которое даже маска не скроет. Маска с испорченным макияжем у этой куклы мне нравится намного меньше, чем у других девчонок. Такое чувство, что она сама еще не поняла, действительно ли на ее лице творится хаос, или в принципе норм, и можно пойти тусоваться и так. В испорченном мейке преобладают оранжевые цвета, хотя ни в одном из вариантов ее макияжа под маской таких цветов нет. На щеках есть ямочки, и это отличительная деталь ее лица с испорченным макияжем. У всех девчонок эти лица отличаются друг от друга не только макияжем, но и подобными вот мелкими деталями. Настолько скрупулезно производитель подошел к делу, ведь ничего не мешало сделать им одно испорченное лицо на всех, просто в разных цветах. И сняв лицо с испорченным мейком, мы обнаруживаем лицо... с чутка подпорченным мейком. Я, конечно, понимаю, что у людей с африканскими корнями большие губы, но не настолько, чтобы они могли внюхнуть губную помаду ноздрями. Губная помада в нашем случае тянется почти до самых ноздрей и еще и размазана. Пришлось сидеть с ацетоном и зубочисткой, чтобы аккуратненько это подправить. Так как способ печати у FailFix точечный, он же растровый, он намного более стойкий. Поэтому, чтобы смыть мейк пропечатанный таким образом, надо потратить время и силы. А уж если ты делаешь это зубочисткой, боясь повредить что-то, то времени занимает еще больше. На глазах блестки, которые тоже нанесены не особо аккуратно, но их благо пофиксить проще, они легко слезают. Под глазом то самое число 98, по которому можно определить куклу еще под маской. А с другой стороны есть звездочки как под глазом, так и над бровью. Радужка глаз у этих кукол часто асимметрична, но в этом случае это не особо фатально, бывает намного хуже. Творческий беспорядок я сразу же мыла у всех своих FailFix, не тратя время на расческу из комплекта. А тут помывка рекомендована вдвойне. Но перед мытьем покажу вам прошивку. Прошивка с большими пропусками, но это абсолютно естественно для всех кукол с мелкими косичками. Потому что этим косичкам нужно место. Отверстия крупные, и если они будут располагаться близко друг к другу, то голова может просто порваться. Этого количества косичек кукле достаточно для объема, и чтобы пропусков не было видно. Материал волос FailFix не ужасен, но мочалиться может. Поэтому даже хорошо, что волосы у Дэнса заплетены в косички. И расплетать их я, честно говоря, не советую. Платье вечерний Дэнс отличается от двух других тем, что оно все в пайетках. Смотрится это так, будто она на футболку сверху натянула блестящий сарафан. Я не очень люблю пайетки как на человеческих вещах, так и на кукольных. Мне все время страшно, что они отвалятся. Но переливаются они красиво. Вместо числа 98, которое есть у повседневной и блестящей версии, здесь эта нашивка в виде блестящей розовой молнии. И к моей радости, блестки с молнией не опадают. Ткань платья плотная, чтобы могла выдержать вес всех этих пайеток. Швы большие и внушительные. Тут все сделано капитально, чтобы точно ничего не порвалось. Но из-за пайеток кое-где все же торчат небольшие ниточки. У горловины пришит кусочек ткани, будто бы под блестящим сарафаном что-то есть. Рукава прошиты блестящими нитками и украшены розовыми лентами. И как видите, одна пайетка все же отвалилась. Обувь у Дэнс для меня фаворит во всей линейке. Это мощные классные кроссовки с четкими рельефами шнуровки. Рельефы есть и на подошве. Кроссовки из твердой резины и выглядят очень круто. Из аксессуаров белые сережки и пластиковое жерелье в виде веревочки. Сережки вставить в уши оказалось очень непросто. У остальных фейлфикс такого не было. Сомневаюсь, что у ребенка без помощи это получится. Особенно сложно было с маленькой круглой сережкой. Она все время пытается просочиться сквозь пальцы и гнется. Резинка мне напомнила те, что были у меня в детстве. В принципе, человек ей тоже может вполне себе успешно пользоваться. Обычная белая резинка с пластиковыми шариками. Подвижность такая же, как и у Лавс Глэм. Может, даже чуточку получше за счет более тонких ручек и ножек, из-за чего шарниры более податливые. Голова хорошо наклоняется в стороны и кивает чуть похуже. Кисти рук вынимаются. Напомню, что у фейлфикс три вида тел. У Дэнс оно худое и высокое. Как я уже говорила, Дэнс Стайлс в Россию не привозили. Поэтому придется либо ловить ее на сайтах объявлений, либо заказывать из США. Фейфиксы хорошие куклы, но, к сожалению, как и всегда, у нас за них забрашивают порой совершенно неадекватные деньги. Из-за чего многие в их сторону даже не смотрят. Особо отличившиеся продавцы даже за питомцев умудряются поставить цену в 2000 рублей. Что вообще нонсенс. Но, к сожалению, такие у нас реалии. И на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...